всем привет всем привет вы на канале семья богдасолян и с вами эдгар и оля сегодня будет обзор продуктов мы ездили в метро закупились на 30 тысяч рублей покажем вам итоговая сумма скидка 715 рублей не знаю с чего конечно вот но давай да да держи нет повыше держи я просто зафиксировать потом вдруг кому будет интересно остановите и посмотрите для чего мы фиксируем там при 1 периодически нам пишут типа зачем вы вообще снимаете хочу зачем цены это и ребята история когда вот сейчас смотрите какие-то темы типа как люди жили в ссср мне например это интересно почем было там почем было мороженое сколько-то как как люди одевались что стоило какая была жизнь что могли себе позволить или история другой стране и живут люди потому что во всех странах с другими странами понять для себя как мы живем хорошо плохо на 8 понизили сцены это вступление каждый ролик мы будем говорить для чего мы это снимаем это такое ну да потому что люди пишут типа зачем вы снимаете у них непонимание поэтому и начнем да давай еще такой момент вот по метро будем тоже фиксировать что происходит доллар кстати 97 и 7 ну грубо говоря 100 рублей за доллар на сегодняшний день вот и метро у нас по продуктам пока такой в зависоне да вроде так и не уменьшилась по количеству и ничего такого и не прибавилось пока мы выбор рыбы нету выбора сыров особо нету что там еще ну да в общем выбор не такой большой кей-то в принципе есть захотел и кетчупа мы там особо тоже не нашли чё по выбирать что было то взяли да мы уже привыкли короче что выбора нет поэтому что есть то есть что есть то есть да сейчас люди скажут ничего себе что есть и вот кстати да у нас в этот раз не было купонов и вот этот на 30 тысяч рублей все вышло если бы были купоны было бы наверное ну там тысяч 2527 хотя бы ну вот и мы спросили не буду не сказали купоны отменили до 1 раз прикиньте сколько мы времени они потихонечку метро идет к тому что превращается не знаю раньше только по карточкам вход был сейчас дверь от часу хочешь заходи товар уменьшился выбор уменьшился теперь в систему купонов убрали ну в общем потихонечку обычный магаз будет ну и перед тем как начнем последняя вещь которая меня чуть-чуть опять-таки взбесила как всегда проговорю чтобы было интересно что вам пообсуждать то ли вы идиоты то ли мы не идиоты кто за кого короче стоим несколько мест куда можно было в очередь встать и есть еще в таких супермаркетах где можно самому подойти и просканировать и уйти если у вас не немного товара вот это пространство где можно было сканировать 6кс никого еще три кассы просто отдельный есть где автовики уже идут но кто набирает побольше мы стоим и за нами пришла две женщины одна женщина и вторая еще потом то подозвала и и она с упаковкой газировки просто и вот есть того формата людей которые в шоке типа чего это люди столько еды покупают и она настолько казалось ну так сказать но не знает тупенькая что ли бескультурная что просто я уже даже не то что там злился мне просто я еле сдерживал смех мы стоим и она вот как бы такая обходит нас подходит и вот так вот в нашу корзину такую и оставалось только типа так что вы купили такой ну-ка надо было сказать и наш канал и что мы запишем потом она прикиньте чуть ли не крикнула подозвала свою подругу с другой кассы то есть другой кассы прибежала к ней и она стоит а так они вдвоем подошли смотрят на наши продукты потом сзади стоят и вдвоем обсуждают что мы купили зачем мы купили нам ничего не говорят но настолько громко и явно конечно мы стоим вот тут тележка я стою и вот сзади их не тележкой вот они тут да и они обходят свою тележку нас обходят подходят к нам смотрят наши продукты идут дальше кассе как будто кто-то сумасшедшие маленечко да перед нами тоже люди были ска с тележкой они к их тележке тоже подошли да и мы стояли и люди спереди также загружены как мы там с дальше еще больше была загрузка люди покупали вообще от чувак там коньяк взял там вот этот вот армянский коньяк который там 15-20 тысяч стоит и они прикиньте просто подходят в корзину заглядывают смотрят типа удивляются еще вы подошли так к корзине типа у дамы в шоке в натуре вообще чего это вы взяли вот это зачем вот это вообще вообще что это вообще покупаете вот это вообще что такое еще вот такое ощущение как будто мы их задерживаем когда там есть 6 пустых касс блин иди пробей и иди валили блин отсюда нафиг вот так вот вы я выговорился мне стало чуть-чуть легче подождите я про них тоже сначала думала и дуру сказать типа давай пропустим но чтобы уже ушли типа вот потом такая думаю не думаю пусть мучается и пусть вообще сюда больше не приезжают там пустые кассы блин иди вон и что стали за нами мы вот в чем-то типа виноваты что-то они абсолютно делать нефига но они даже не просили чтобы мы их пропустили так не там делали стили бы я уж так как будто я тебе говорю она стояла и потом подозвала вторую подругу с другой очереди позвала к себе с ней стоять и обсуждать настолько им было делать нечего по ходу дела и мы пока вот это все стояли выгружали оплачивали они как будто вот как ей же вот вот так вот над душой вот просто стоит кто-то с плеча вот так и тут ухо у меня так то есть такое ощущение тупорыл и охота развернуться и блин потом думаю ладно это просто но люди чуть-чуть сумасшедшие ничего страшного надо было им сказать наш канал чтобы они там комментировали с дорогой лучший камера самые офигенные комментаторы что-то жалуюсь это за они вроде как и не злые люди стали они да они до этого мы рассказывали нам попалась там злые которые прям злой а че это вы пожрать столько взяли а эти нет эти как будто я не знаю как как будто сериал какой-то смотрят обсуждают продукты наверно думать зачем мы их купили что это такое вообще вот если вы из такой категории мы вас приветствуем на нашем канале можете комментарии там писать типа вообще всю эту очередь стояли и нас обсуждали не только нас и спереди людей тоже они подошли посмотрели что не в корзине и обсудили потом нашу обсудили корзину наши больше начинаем вы тоже можете обсуждать на для этого мы снимаем видео чтобы обсуждать там цены чё почем у кого дороже дешевле что зажрался кто нет нафига нам все столько нужно так и смотрите мы в этот раз в общем что купили мы заехали просто воли какие-то вкусняшки купить начинать и писать короче оля открывает последнее время как бы холодильник и что-то хочет поесть вот и чтобы оле было что-то такое всегда что-то под рукой такое вот мы и что-то по-быстрому набрали поехали все у меня будут уши горит неделю наверно вот такие вот печенье галеты семьдесят восемь рублей дальше масло президент было со скидкой 349 рублей 360 грамм ну большая пачка хорошее масло мы только его и вот два масла дальше масло оливковое это вот это вот ну 1000 рублей 999 так она стоит чуть там 1600 рублей металлической такой штуки эдгар добавляют в хлеб до этого масла у нас всегда уходят в хлеб мы сами сами хлебом выпекаем вот он лежит молоко мы покупаем вообще деревенское но я сейчас его не пью я пью парамалат без лактозная она стоит 145 рублей дальше пельмени пельмени на палыча 400 рублей 420 да не стоит там около 800 бывает 600 500 чем не нет они 8 были до этого потом 600 сейчас вот со скидкой они 400 при этом срок годности у них идет до двадцать четвертого года 0 424 пельмени обалденные очень мы один раз их по ошибке взяли думали там скидка и чё ты за и 8 800 рублей чего-то там такое но пельмени нам очень понравились прям реально очень хорошее мясо там все такое но вы под офигели когда цена а сейчас смотрим 400 рублей 800 грамм то есть по чудо их большая пачка на большая с хорошим фаршем прям не чуть-чуть вкусную нормальные пельмени а это у нас на всякий пожар на всегда пельмешки потому что мало ли куда-то мы едем что-то до конца чтобы дети могли могли быстренько достать и себе покушать сделать мы сейчас ездим на проверки всякие такое бывает туалетную бумагу взяли 269 рублей 7 упаковок получилось на 1883 рубля бумага у нас идет папе трехслойную да что открыть даже указать вот это вот три слоя хорошая бумага вот такая бумага может кто-то сравнит у себя чё почем пышная прочная три слоя она со скидкой тоже было 212 рулонов один рулон получается 22 рубля вот этот да раньше она была намного дороже вот и вот моментами соли просто ловим и покупаем сразу заранее мы вот так вот и и ставим в угол там у нас в кладовке и все и там в течение года мы все дома знают что у нас там лежит бумага и вот когда нужно пошли взяли но мы так частенько закупаем и ватные палочки сразу мешок там и всякие эти диски спонжики чтобы потом за одной штучкой хорошо бегать порошок мы там сразу помню три мешка взяли до сих пор вот год я уже забыл уже мы уже порошок не помним сколько раз мы прошлом году когда последний раз брали также прокладки вот когда мне надо было там с дочкой мы тоже коробку взяли и забыли что их вообще надо покупать вот очень удобно кстати так семечки белочка excel вот такие вот 103 рубля сливки президент я обычно брала пармалат вот такие увидели президенты решили взять и дешевле 209 вот кто этот президент продукта все увеличивается у меня такое ощущение что метро переименует скоро президент вот в эту марку потому что все метро забита продукции президент я очень рад ну и пармалат кстати форма латы президент но она вот это вот хорошее качество вот такая же упаковка тоже 23 процентов сливки вот этого пармалат тоже вот для соусов стоило 250 рублей а здесь 209 и мы вот взяли за 200 вот сегодня например я с сливками вот готовил вкусная штука такая да кажу между делом фарш пожарил с луком потом сверху почистил картошку добавил и добавил туда вот такую упаковку сливок все это дело но ты целую добавил одно там был домик в деревне там было десять процентов то есть он такая жизненькая была потому что прям плотно и вкусно получилось у меня но все равно вот это ты говоришь плотно и вкусно но это 10 процентов а это 23 это прям гуще будет вот это вкуку короче очень классная штука вот это сливки на мне тоже нравится финики мы взяли так коробочка вот такая 809 рублей вот такие королевские финики сорт меди жуль крупные первые в израиле нифига себе из израиля нам приехала сегодня вот такие вот финики вот очень хороший качественный фильм мы их периодически покупаем ставим на стол и когда что-то хочется слайда сладко вкусную вот нужно они иногда приедаются мы их там перестаем кушать но очень часто едим утром особенно с кофе вместо шоколада вообще классно мука макфор жена получается на 60 рублей это для хлеба чтобы сделать ржаной хлеб 60 рублей бананы взяли на 98 рублей получается 790 вышла игра в общем вот смотрите вот чтобы как-то в доллары переводят кто не из россии смотрит но получается 100 рублей это 1 доллар чтобы вы быстренько для себя разобрались это 90 рублей вышла до говоришь банана 98 но вот доллар вот грубо говоря вот 1 доллар бананы вот такое количество миндаль миндаль ты брал так . 339 рублей вот 3 доллара хороший миндаль 140 грамм поле будет тогда в рублях говорить я примерно в долларах примерно чтобы у вас прям вы не переводили хайнс для гриля шашлыка 109 рублей так хайнс шашлык гриль вот один доллар майонез я люблю готовить так где он майонез майонезович коробочка вон вот да мы вот разные взяли они этот этот по моему 129 или нет вот этот вроде перепелиный там подороже будет такой там вот этот 129 в общем вот такой от майонез баночка 250 грамм баночки очень вкусный кстати майонез мы уже последнее время вот его берем для каких-то там приготовлений у него срок годности небольшой потому что он все-таки более такой натуральный по составу нам нравится ряд санта бимор горбушек и ты с грецким орехом с орехом 119 рублей доллар соус махеев теряки 9990 доллар дальше скумбрия санта бимор филе в томатном соусе 209 это вот это вот шпроты 2 доллара 2 доллара одна штучка очень прикольная штука скумбрии торт у палыча медовик пятьсот шестьдесят четыре сами до 6 долларов почти нет и меньше пять с половиной долларов отличный торт очень вкусный качественный торт вот эта фирма у нас прям топовая и прям очень вкусно получается пять долларов вес шестьсот пятьдесят пять с половиной потому что пятьсот шестьдесят четыре пять с половиной доллару дальше кешью жареный 349 кешью это что лиски это нет ты коробочку вот три доллара с копейками такой вот кешью три с половиной сыр моцарелла открывается вот таким вот образом запаковано все 150 грамм здесь вот такой вот сыр моцарелла четыре штучки в упаковке 120 грамм 149 рублей полтора доллара моцарелла маковые подковки от палыча подкова вот это это кушает а вот эти штучки да тоже эта фирма от палыча вот 231 рубль 2 доллара 30 центов 350 грамм очень вкусные штуки печенье юбилейные с овсяными хлопьями 94 рубля где милан уже дома да да дальше сыр голландский брус билибей вышел на 4 килограмма 440 грамм так 3236 рублей 3300 короче вот это вышло так 3000 рублей да так это 330 долларов четыре с половиной килограмма голландский сыр билибей очень хороший качественный сыр тут идет ну высота где-то сантиметров 30 так сантиметров 10 в общем как вы видите большой объемные ну примерно вот как но эта бутылка тоже нестандартно она большая но понимание как объем того и было четыре с половиной килограмм хорошего сыра вот 330 долларов получается шампунь наверно больше подходит дальше бразильский орех такой большой который 300 рублей 3 доллара паста арахисовая там кстати такой хороший состав у этой пасты я обычно такие вещи не очень а тут состав прям понравился 349 рублей ты с половиной доллара 325 грамм пищевая ценность вот тут идет арахис семена кунжута натуральный мед морская соль вот такая вот штука никаких вешек ничего да ничего да дальше мидии с пряностями в масле 118 рублей доллар мидии с пряностями такая штука здесь 180 грамм вафельная трубочка молочная сгущенка так 50 рублей 50 центов 70 грамм там какая-то 50 какая-то еще немножко другая цена со сгущенкой вафельная трубочка вот такая штука поля 1 уже съела очень вкусно мед хвойный 539 так 5 долларов получается мед хвойный экстракт а эксперт в выборе меда так черный мед это у нас мед натуральное по поди вы берстов избранных войны в общем хороший мед вот сейчас из кавказского хребта собраны отличается отсутствием медового запаха умеренной сладостью и аромата газ с горчинкой с ноткой солода вот такой вот мед ребята я тут читаю три четыре раза уже думаю что за активе клубника активе же а тут на самом деле активе а написано от того что какая-то подстава это не активе что ли у нас всегда было зеленая упаковка активе до смотреть просто у нас некоторые фирмы из-за вот этих санкций меняют свои названия они их оставляют похожими меняют буквы что-то как-то по-другому пишут но вряд ли бы разрешили активе вот такой конкуренцию прям так же да если это конкуренты активе но это дебют из полнейший я думаю что это это же активе наверно надо будет кстати посмотреть в чем прикол до 35 рублей йогурт 120 сейчас скажу грамм 130 грамм нужно будет на счет сканировать посмотреть что это такое это вообще-то само активе потому что активе я да не активе активе и но что они сделали типа био там йогурт и акте типа сократили может это это же фирма так просто себя назвала надеюсь но вообще мне активе нравится ну как бы ладно у нас уже путаница в россии вообще что учел как уже называется меняют название все это же сегодня едем что за название придумали да не помню да некие все сейчас у нас некие все какая-то непонятно что-то там другой в общем мы в шоке с этих названий сыр плавленый президент mazdan 229 рублей 300 рублей вот вот mazdan получается 3 доллара плавленый сыр с отборным творогом это тоже вот президент идет 400 грамм что-то ничего не понимаю что за акте мина это тоже название они все поменяли по ходу нас активе было сейчас акте мина акте муну акте муна это актив био акте био это акте муна какая акте кака 27 рублей короче там говорят так че делать и будем санкции шмансы ингрид давай какое название придумаем какое ну давай там не зная активе не активе мы тут санкции они акте муну давай муну чтобы муну там чё-нибудь давай акте муну а это акте био вот это акте пуку вот короче выживают тут как могут компания а теперь акте муну 1 штучка 27 рублей стоит чуть дорого мне кажется я не так и было 28 20 19 не так же это со скидками так сыр плавленый президент вот этот наверно до 239 рублей 3 доллара тоже сейчас надо это знаешь детям угорать типа будешь акте муну да да а а дети подумают что мы прикалываемся типа чё ты какой акте муну активе или акте био активе будешь или акте муну пап ты чё вообще вообще конечно бред какой-то так мы взяли рыбу лосось стейки 4 штуки этого симуна вот тоже из-за санкции это что-то другое что у нас тут килограмм 70 на 3315 рублей рыба конечно просто какая-то космическая цена 3315 рублей да да но это и лосось и форель они питательные мы в принципе вот один раз там не знаю в месяц может быть эту рыбу кушалом и до прошлом месяце вот рыбу поели получается еще сейчас это пока будет лежать мы ее пока кушать и не будем и вот когда захочется оля вдруг вообще да на меня сейчас все ориентируемся на олю наггетсы мы взяли это точно не про меня это как раз таки когда мы уезжаем куда-то целую коробку эдгар взял там 12 12 штук и а это вышло на 1260 рублей это будет 120 долларов получаем эдгар рыба 3300 и это 1200 можно три коробки взять ну то ли рыба там ну да полезные свойства то ли курица вот тут 300 грамм куриного рис басмати 209 рублей сколько 209 пачка 2 доллара вот 500 грамм лавровый лист 73 рубля . 70 центов шампунь 300 рублей 3 доллара эль сейф роскошь 6 масел вот офигенный вот этот шампунь всем прям стопудово рекомендую мне нравится вот такая вот сметана президенты штук 30 процентов 160 рублей полтора доллара вот 30 процентов сметана обалденно она очень густая ложка прям стоит вкусно иммунели китс тут хоть иммунели осталось до этого да иммунели хоть что-то да еще пока называется так как также только они на английском были раньше 30 рублей здесь было написано иммунели на английском точно а теперь иммунели это вообще как будто другое тогда и иммунели а на английском то что или читали давай в конце вроде было чит такое а сейчас на русском иммунели хочу это на английском тогда ставили актимина но все придумывают вообще все что можно а компания у нее как называется интересно изготавливается так бла-бла-бла-бла так монстра групп беларусь короче вообще уже фиг понятно кто откуда чё и тут смотри даже на это пишет иммунели тогда вот здесь было на английском всегда написано русских букв не было вот тоже санкции уфа гормулзавод молочный фермер творог 66 рублей 60 центов 200 грамм творога мука французская штучка вот такая вот два килограмма 134 рубля доллар 30 центов 2 кило солод первого раз купили столов до 86 рублей ферментированы вот 80 центов для хлеба кто не знает солод это вот ферментированная сейчас скажу как правильно это солод ржаной сухой ферментированный молот и вот его добавляют в хлеб получается черный хлеб вот такой вот шоколад он стоит так 300 рублей такая железная упаковка со скидкой 200 рублей 2 до 100 грамм как читается правильно бушерон 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 реже песни тогда прикольно молочный шоколад с кусочками малины бушерон и еще одни вафельные трубочки 63 рубля какие-то из них там дальше смесь ореховая семушка так 200 ой 429 4 доллара 150 грамм перемешано тут разные орехи вот пекана даль макадамия и годами пирожное значит мелко это вот это вот со скидкой было сто пятьдесят девять полтора доллара такая вот мелко там пять таких вот батончиков 175 грамм пирожное картошка 213 очень вкусная тоже упал чего доллара бисквит со сгущенным молоком и коньяком ничего себе бухаешь я бухая потихонечку скрытое да такое-то у меня творожок значит донисиева донисима донисима еще донисима орехом я тоже смотрю на тоже на русском они тоже на английском были нет вроде да так это получается 45 рублей пол доллара пол доллара дальше тыква 80 рублей так 80 центов вот такой вот такая вот тыква вот цена килограмм тыквы стоит 50 центов 50 рублей здесь полтора килограмма кетчуп махеев краснодарский 80 рублей 80 центов кетчуп 300 грамм 20 мл прям реально нормальный кетчуп и без всякого то мы кстати смотрели там в стеклянных банках были там было рапсовое масло да какие-то фирменные тут кстати нету рапсовое масло и в хайнс тоже нету 20 штук яиц это где вот эти вот они стоят 239 рублей 2 доллара 30 центов все все вот наши все 30 тысяч рублей оли перекусить ну я думаю что не только уже начинай а ты этот масло авокадо не сказал а да кстати чуть не сказал ты пропустила наверное мы еще купили вот такое вот масло авокадо для жарки и запекания вот называется авокадо ойл 1000 где-то вон там 1200 до 1200 масло авокадо рафинированное для жарки и запекания состав стопроцентно масло авокадо рафинированное пищевая ценность 100 грамм продукта там бла-бла-бла вот такая вот штука тоже буду в хлеб добавлять мы не вижу за 1000 рублей 1200 что такое есть там у нас была девушка новичок на кассе обучалась и вторая девушка стояла ей подсказывала как продавцом работать то кассиром возможно она просто пропустила фиг знает и нам прилетела халява на тысячи с чем-то рублей пацана смотри на нет вот есть то масло авокадо рафинированное стекло 1209 рублей вот я пропустила так что халявы не там халявы не будет халявы нет халявы не нам еще скидку 700 рублей сделали там наверно какие-то в акции то что вот это акция это не скидка это акция то что по акции нам короче короче мы сэкономили на 700 рублей да ну в общем 30 . у нас улетела в трубу вот в основном чё у нас питательная вот это там пельмени питательные а вот эти масло какие-то ну в общем вы из крупных вещей это вот коробка молока наггетсы пельмени рыба масло на масло даже машины каждому тысяча масло да вот такое вот сейчас будем кушать быстренько соли это все дело по холодильнику разберем по полочкам и приступаем покушать всем счастливо всем пока